Вы, вероятно, часто слышали фразу, что дроны — глаза этой войны, и сегодня мы имеем редкую возможность вам это показать наглядно. Мы в командно-наблюдательном пункте. Именно сюда, на этот монитор, выводится картинка, и тут командиры видят всё, что происходит у врага и могут оперативно принять решение. Командир одного из подразделений 21-й бригады, которая держит свой фронт на лиманском направлении, следит за монитором в режиме онлайн. Операторы БПЛА просматривают посадки. Где противник поставил какие-то огневые точки, где враг передвигается, а вот видите, мы сейчас наблюдаем, как противник уезжает на машине. Если бы дронов было больше, они бы не только в разведку летали, но и сбрасывали бы на россиян взрывчатку, говорит командир. Это рискованно для дрона, он должен низко опуститься, зато для воинов безопасней. Зачем терять людей, если можно дронами работать? Лиманское направление танкоопасное, рассказывает Игорь. На днях два новых российских Т-90 ехали прямой наводкой и начали разбирать позиции пехоты. Деревья начали выкорчевывать. И чем ты остановишь? Из РПГ? Танк? Нет. Противотанковые средства, когда идут перепады высот, ты не можешь ничем работать. Для огневой поддержки своей пехоты у подразделения есть шведское БМП CV-90. Такие имеются на вооружении стран НАТО. Я стрелял из БМП-1, из БМП-2. Это как Мерседес из Запорожцем. Командир БМП прежде всего показывает комфортный салон. Открываем дверь до упора. Дверь тяжелая. Заходите. Внутри просторно. Откидные стулья крепятся к стене, не касаясь пола. Он берет на себя удар, если машина наезжает на мину. Люки открываются, закрываются. Здесь два листа брони. Отстрелялись и снова закрыли люки. Шведская боевая машина пехоты в полтора раза тяжелее советской, потому что имеет трехслойную защиту. Больше всего, что здесь поражает, это забота о людях. Если советские БМП, это дешевая техника для дешевого экипажа. Тут все по-другому. Действительно дорогая техника, но самое дорогое, что в ней есть, это люди. CV-90 может работать ночью, ее не видно в тепловизор. Сверху наклеена система защиты барракуда. Несмотря на вес, проходимая, маневренная, плавная и, что немаловажно, тихая. Те, кто слышал, как заводится танк Т-72 или обычное БМП в радиусе 5 километров, все об этом знают. Здесь эта машина может скрытно завестись, и в радиусе 200 метров вообще не слышно. Запускается башня, включаются прицелы. Держитесь, я сейчас покручу башню. Пушка 40 миллиметров, она более мощная, чем на советских аналогах. Наши наводчики говорят, что это ювелирный инструмент, который позволяет очень точно метко стрелять и поражать цели. Даже танки. Броню танка она не пробьет, но, как я говорю, я не хочу сидеть в танке, по которому стреляет эта машина. Украинские экипажи прошли обучение в Европе. Швеция ранее заявляла, что передаст нашему войску полсотни таких БМП. За месяц боевой работы на Украинском Востоке они себя хорошо проявили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова